Аня Сокол. Воровка чар. Книга вторая. Нечисть, нежить, нелюдь. Глава первая. Беглецы. Однажды я украла силу мага, и меня казнили. Нет, это совсем неправильное начало истории. Правильнее начать так. Жила-была Айка Озерная, была она бела, как снег, и помыслами чиста. Опять мимо. Особенность чистотой помыслов. Тогда лучше так. Много чудищ невиданных ходят по дорогам тарийским. Чаровники, что убивают, не глядя на возраст и заслуги перед Отечеством. Водянки, что шепчут непонятные слова над зеркальной гладью рек. Верийские чернокнижники, что поедают маленьких детей на завтрак, а возможно на обед и на ужин. А уж о безыскусной нечисти и нежити я вообще молчу, пока голову не откусили. Примечание. Водянка, представительница народа вордов. Конец примечания. Нет, так слишком длинно. Как же начать? Расскажу, как есть. Эта история началась в день моей казни, одним теплым осенним вечером, когда добропорядочные граждане Вележа поднимали кружки хмельного эля, желая всяческих бед в воровке чар, что еще недавно, нарядившись в рубище по случаю торжественного события, стояла на эшафоте. Магический город гудел от пьяных песен, смакуя свершившуюся казнь. Но по капризу богов воровка чар не умерла. Я выжила, что очень не понравилось магам-палачам. Они привыкли делать свою работу на совесть. Дожидаться, пока черовники придумают новую кару, было не с руки. И я сбежала в компании... Так и хочется сказать, народных героев, безвинно томившихся во строге. Но нет, скорее в компании закоренелых преступников. Я сбежала с тем самым обкраденным мной учеником мага, со страшным чернокнижником и с деревенским стрелком, который хоть и обзавел с арбалетом, но так и не научился стрелять. Сбежала через северо-восточные ворота, очень боясь, что наши планы раскрыли, и тяжелые, укрепленные магическими заклинаниями створки, захлопнуться перед самым носом. Но из ворот нас выпустили. Хмельные стражники даже не поинтересовались, кто мы и куда нас демоны понесли. Город давно скрылся за холмами, а мы все не снижали темпа, летели сквозь рощи, заросли кустарников, петляли между оврагами до самого вечера, пока лошади не захрипели. Мышцы едва не сводило судорогой, а пальцы, сжимавшие поводья, отказывались шевелиться. Пока чернокнижник Вит, задающий направление, не указал рукой на опушку леса. Собирались в спешке. Никто не подумал о припасах, только о железе и лошадях. От предыдущего путешествия в сумках осталось немного круп и кореньев. Хорошо хоть торбу с травами и настойками забрали вместе с железками. Я лишилась запасной одежды и денег. Вит был полностью безоружен. Хотя с этим наверняка можно поспорить. Чернокнижники любят преподносить сюрпризы. Мы ели в тишине, загребая с котелка кашу, сваренной из остатков крупы. И никто не решался заговорить первым. Наверное, потому что с этого момента никто из умных старших уже не мог указать путь. Сейчас все придется решать нам, самим и отвечать тоже. Сначала за меня решала бабушка, потом маги, потом суд и палачи, а теперь предстояло научиться делать это самой. Стоило ли преодолевать столько препятствий на пути в Виллиш, чтобы покидать его вот так, бежать, поскольку тебя считают едва ли не больше преступницей, чем раньше? Куда едем дальше? Первым не выдержал Рион, тот самый невинно обкраденный ученик-мага, из-за которого мне пришлось стоять на эшафоте. «Разве не в княжество чернокнижников?» Удивился стрелок Михей, воскребая котелок. «Раз говорят, что там точно не найдут?» Я бы поостерегся слепо верить чужим словам. Чернокнижник посмотрел на огонь и попросил. «Рион, дай карту». Парень скривился, но огрызаться не стал, быстро расстелил на земле исчерканный лоскут кожи. «Вот здесь граница ближе всего», указал ложкой Михей. «Она везде близко», усмехнулся чернокнижник. «Айку начнут искать, и когда выяснится, что я бежал с вами, дальнейший путь просчитают без труда. На границе нас будут ждать». «Давайте сначала решим, сколько нас, и кто именно с кем едет», проговорила я. «У Айки, может быть, есть свое мнение». «Слушаю тебя», — серьезно сказал Вит. «Неподалеку от Солодков как-то ловили перка душегуба», задумчиво ответила я. «Не помню, скольких мужик порешил, но мотала его от верхних холмов до малого поймища». «Поймали?» — с интересом спросил Михей. «Собаками затравили». «К чему ты это все рассказываешь?» — поинтересовался Рион. «К тому», — ответил вместо меня вереец-чернокнижник, «что нас, скорее всего, поймают». «И что, можно никуда не ходить?» — выяснился ученик мага. «Я сказал, скорее всего, а не обязательно». Поправил его вид. «Все будет зависеть от того, насколько им нужна Айка». «Это если верить внезапно воспылавшему чувством вины и решившему помочь ей с побегом чаровнику», — кивнул Рион и спросил. «А мы верим?» «Не знаю, но проверять как-то не тянет». Я поежилась и добавила. «Давайте представим, что верим. Так вот, когда...» «Если...» — перебил вид. «Если нас поймают, то вам...» Я посмотрела сначала на ученика мага, потом на деревенского рыбака мехея. Не удастся убедить чаровников, что просто мимо проходили. «С каких это пор ты думаешь о ком-то кроме себя?» — хмыкнул Рион. «Или тебя так перекроило после эшафота?» «Я думаю о себе. Одной уйти куда проще, чем в компании с недомагом, недострелком и недо...» Вид поднял брови, и я не стала договаривать. «Добрая она у вас», — улыбнулся вереец, но тут же стал серьезным и добавил. «Она права. Я-то в любом случае для торейцев ярмарочный уродец, причем опасный, потомок Дасу, а у вас еще есть шанс остаться людьми». Примечание. Дасу — демон. Конец примечания. «Правильно говоришь», — кивнул Михей, вопреки всему добавил. «Поэтому я еду с Айкой». «Зачем?» Я отложила ложку, которую вертела в руках. «Что?» — не понял стрелок. «Зачем ты едешь с Айкой, то есть со мной?» «А чего мне дома делать? Смех за собственной спиной слушать? Рыбу ловить? Так батя вместе с лодкой утоп и сетями?» «Да ну!» — он махнул рукой, и... «И замуж за тебя никто не пойдет», — закончил Реон. «Все это мы уже слышали. Вот сгинешь, так сразу невестами обзаведешься на том свете». А сам посмотрел на него вид. «Не хочешь отправиться на поиски учителя?» «Я тоже с вами». Реон не отвел взгляда. «Прослежу, чтобы ты Айку своим чернокнижникам не сдал. На опыты». «Так». Мужчина хохотнул. «Обоих сдам. Еще и орден получу от верховного некроманта». «Ну, хоть кому-то прибыток». Я потянулась. «Итак, куда едем?» «Предлагаю направиться вот сюда». Вереец склонился над картой и коснулся пальцем ничем не примечательного места. «Север Тарии необитаем, граничит с озерным краем. Кто в здравом уме, туда сунется», — возмутился Реон. «Вот именно», — кивнула я. «Никто. Они же не знают, что у нас об уме и речи нет. А уж о здравом тем более». «Думаю, на деле сведения о пустынности этих мест сильно преувеличены. Готов поклясться. Деревушек и хуторов там не меньше, чем на юге. Люди живут везде». Чернокнижник оглядел нашу компанию. Его лицо, освещаемое бликами костра, вдруг показалось мне слишком грубым. Нос, скулы, запавшие глаза, бледная кожа и грязные волосы. Говорят, так выглядит Дасу, когда принимают человеческое обличье. Ну и еще у них огонь выходит из глаз, из ушей, изо рта. «Мне все равно», — сказал Михей. «На север?» «Так на север». «Я согласна». «Мы посмотрели на Риона». «Давай, чаровник». Поддел вид. «Айкину родню навестим». «Когда еще представится случай». «Там не может быть хуже, чем в Верийском княжестве», — согласился, наконец, чаровник. «На север». Следующим утром мы двинулись в северном направлении. Проезжих дорог избегали. «Пробирались узкими стежками и перелесками». «Кроме облачкой деревенского мерина, у нас были две длинногривые, тонконогие лошадки, рыжеватые масти. Интересно, насколько динов мы разорили магов. Надеюсь, на многое». Примечание. «Дин, серебряная монета». Конец примечания. «Поля, холмы, редколесье сменяли друг друга. Этот край впрямь не пользовался в народе любовью. Вселения встречались лишь изредка, но мы старались объезжать их по широкой дуге. Иногда вслед лаяли собаки, иногда выли волки. И то, и другое настораживало. Но погони, если такова и была, мы пока не замечали». Михею с третьей попытки удалось подстрелить Зайца. Кто больше удивился этому, мы, стрелок или покойный косой, сказать трудно. К полудню третьего дня, задававший направление в вид, натянул поводья, заставив лошадь перейти с рыси на неторопливую инохоть. А потом и вовсе остановился. Облачко тихонько заржала. «Дымом пахнет», — проговорил чернокнижник. «Впереди селение. Возможно, мы слишком долго убегали, оглядываясь через каждый вар. А может, дело в том, что нас никто не торопился догонять. Но Михей неожиданно прогудел». «Я бы припасов купил, хотя бы соли. Мы ведь уже далеко от велижа». Примечание. Вар — примерно тысяча шагов. Конец примечания. «А я бы дорогу спросил», — согласился Рион. «Заведет нас чернокнижник к Дасу впасть. Потом не выберемся». «Вы и так не выберетесь». Вет вгляделся в зеленые кроны. «Почему нет дороги?» — спросила я, отводя норовившую задеть лицо ветку. «Село есть, а дороги к нему нет». Ответили мне — стрелой. Она вылетела из переплетения ветвей и воткнулась в землю в пальце от копыта облачка. Лошадь затрясла головой, совершенно не радуясь такому подарку. Вид в мгновение ока спешился. Щелкнула тетива, заряжаемого стрелком арбалета. Рион в полголоса выругался. Я слезла с облачка и погладила кобылу по морде, стараясь успокоить. Вторая стрела попала в кусты правее и, жизнерадостно прошуршав среди листвы, упала на усыпанную листьями землю. Вереец поднял ее. Грубо сработанная древка, кривоватая, явная самоделка-наконечник, и тот слетел. Осваивать военное искусство тут начали явно недавно. С чего бы? Места вроде тихие. Рион раздвинул ветки, выглянул на просеку. Село больше походило на военный пост или гарнизон. Дома были обнесены сплошным частоколом, из-за которого виднелись только крыши. Судя по неуспевшему потемнеть дереву, укрепления вокруг селения возвели совсем недавно. Вид был прав. Пахло дымом. Где-то печально мычала корова. Ну, чего стоишь? Буркнул Рион, глядя на Верейца. Парню, как и кобыле, очень не понравилась воткнувшаяся в землю стрела. Давай покажи, в чем силы чернокнижников. Чего изволите? Вид сделал вид, что закатывает рукава заимствованной у Тамета рубахи. — Спалить всех к Дасу или вывернуть наизнанку? — Тьфу! — сплюнул ученик мага. — Конечно, ты! — Тьфу! А я пачкаться должен. Сам и покажи удаль Чаровницкую. Тогда живо ворота откроют. Или думаешь, я не знаю, что ты по горлу полон силы? Мужчина посмотрел на парня, который инстинктивно схватился за кристалл на шее. — Теперь это всего лишь побрякушка. Ты уже перелил все в резерв. — Правильно сделал. Только не строй из себя беспомощного. А то я того, гляди, поверю. Еще одна стрела, прервав спор, попыталась воткнуться в ствол дерева между мужчинами. Но стрелок не рассчитал, и она упала, оставив наконечник в коре. — Кто такие? Чего надо? — закричали из-за ограждения. — Путешествую! — Сами из Гардрика. Просим пристанища. Закричал в ответ Вит, разглядывая чистокол. Михей тоже пытался разглядеть стрелявших, только поверх прицела арбалета. Но понять, кто с нами говорит, с такого расстояния было невозможно. — Путешествуйте! По слогам проговорил гостеприимный хозяин. — Вот и шествуйте себе дальше. — Тепло, чай не околеете. Разъездились всякие. Житья не стало. Голос с легкой хрипотцой принадлежал мужчине, наверное, уже не молодому. Но, несмотря на резкие слова, в нем слышался страх. — Они чем-то напуганы. Словно прочитал мои мысли вереец и снова прокричал. — До ближайшего села далеко? — Ответили не сразу. Видимо, совещались. Как далеко и надолго нас послать? Чего они так боятся? Нас всего четверо, и не штурмом же будем их брать. — Восточнее на озере заброшенный скит. Вроде живет в нем кто-то. — Далеко? Полдня верхом до прокля... Начал другой голос помоложе, но его прервали. — Пошли прочь, иначе собак спустим. Словно подтверждая слова хозяина, где-то вдалеке тявкнула шавка. Судя по всему, мелкая. Такой только цыплят гонять. Ей грустно ответила мычением корова. — Уходим, — скомандовал вереец. — Мне послышалось, или они говорили что-то о проклятии? — обеспокоенно спросил Михей, беря под усцы мерина. — Не имеет значения. Чернокнижник повел свою кобылу мимо села, поглядывая на чистокол. Дороги по-прежнему не было, лишь просека в лесу. Мы не идем ни в какой скит. — Ну зачем же ты тогда спрашивал? — не понял Рион. — Затем, мало ли кто после нас сюда забредет. — Деревенские — народ говорливый. — ответил чернокнижник. — Про этих я бы такого не сказал. — загрустил стрелок. — Вереец забирал все дальше на север. Просека сузилась. Нам то и дело приходилось спешиваться и проводить лошадей между стволами. Солнце терялось в листве. Еще минуту назад оно висело над правым плечом чернокнижника, а сейчас уже было за спиной. Долгое молчание тяготило. Стук копыт раздражал, болезненно отдаваясь в висках. Вереец чертыхнулся и вдруг развернулся направо, резко изменив направление. — Мы заблудились? — спросил Рион таким тоном, что сразу стало ясно. Ничего другого от отродья Дасу он не ожидал. — Нет. Вит остановился и выругался. — Нас заблудили. — Что? — не понял Михей. А я продолжала смотреть на золотистый диск, снова неведомым образом переместившийся нам за спины, хотя меньше минуты назад Вереец оставил его по правую руку. Что его беспокоило? — Все вроде неплохо. Никаких темных ям, буреломы или таинственных зловещих знаков, какие видят герои баллад на каждом замшелом пне. Ручейки, кусты, деревья. — Может, именно эта картинка яркая, правильная, почти лубочная? Там, где живут люди, так не бывает. Где скошенная трава, сломанные ветки и поваленные стволы? Где следы волокуши, на которую складывали хворост? Где срубленные деревья? — Кто знает, что такое единый путь? — спросил чернокнижник. Плечи его поникли, и он спокойно пошел вперед, не выбирая направления. — Это заклинание! — с видом знатока ответил Рион. — Его накладывают, когда хотят, чтобы путники не сбились с пути. Очень сложное и затратное по силе. Проще встретить и проводить. — Для кого-то не проще. Ведь обернулся и тоже посмотрел на солнце. — Мы на едином пути? — спросила я, уже зная ответ. — Да. — Но кому это понадобилось в такой глуши? — фыркнул Рион. — А ты не преувеличиваешь? — Я два раза менял направление и два раза возвращался. Мы все время идем на восток, куда бы ни сворачивали. — Леший водит! — выдвинул новую версию Михей и поводил пальцами в воздухе, делая отвращающий знак. — Скоро узнаем, что за леший, — пообещал чернокнижник таким голосом, что я бы на месте лешего постерегалась выходить и знакомиться. Заброшенную постройку из серого камня мы увидели издалека и несколько минут стояли бестолково пялись, словно сбившиеся в кучу стаи пылевых мышей, у которых не хватает духа пробежаться до амбара и обратно. — Будь готов! — загадочно, — сказал вид червняку. — Ты ожидаешь нападения? — забеспокоился Рион. — Нет, я ожидаю, что вот-вот появится тот самый заброшенный скид, который нам сватали местные воители. Если повезет, не совсем развалившийся дом, самое большее — с живущим там бродягой. Возможно, он не может выбраться как раз из-за заклинания единого пути. — А его можно обойти, этот единый путь? — уточнила я. — Можно, — обнадежил вид. — Только жертву надо принести. — Какую? — начал Рион, но чернокнижник поднял ладонь, призывая парня к молчанию. И тот шепотом закончил. — Жертву! Я не умею приносить жертвы! — Это ваша общая беда. Лошадей привяжите. Идем подвое. Рион со мной. Айка с Михеем. При необходимости защищайтесь всем, чем можете. Только друг друга не угробьте. Дал указание вид. И мы вышли из тени деревьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова